Всем привет! Это подкаст «Это Брюд», и в нем мы исследуем культурно-исторические аспекты самых разных алкогольных напитков и помогаем вам лучше в них разобраться. Меня зовут Сергей Антонов, сомелье, винный эксперт, ресторатор. Со мной сегодня в студии Роман Табаков, брендом Массадор, просвеля крепких напитков компании «Лотинг». Информационный партнер этого сезона – коньячный дом Коктебель, старейший крымский производитель коньяков с уникальным географическим происхождением. Сегодня мы поговорим про напиток, с которым связано много историй, баек, легенд, исторических фактов, ведь у него богатая история. Лучший друг моряков, напиток пиратов, который был создан с помощью рабского труда, в разное время был пойлом для бедняков, валютой, собственно, для обмена. Поговорим сегодня про Ром. Ой, да, Ром – классная тема. Прежде чем про Ром говорить, давай определяться в терминах. Итак, что такое Ром? Ром – это продукт, полученный путем дистилляции сока сахарного тростника. Не любой сахар подходит, это сразу нужно отметить. То есть самогон моей бабушки не котирует? Ну, если она это делала из свеклы, из бурака, буряка, в зависимости от местности, это уже 100% не Ром, это уже какой-то такой крафтовый продукт. Я уж не знаю, как его точно определить, но пусть будет это самогоном. Итак, по поводу крепости и вообще по поводу стандартизации. С Ромом все непросто. И, ну, согласно, в общем-то, стандартным регламентам, говорят, что Ром не бывает меньше, чем 37,5 градусов крепости, хотя на отдельных местных рынках встречаются крепости чуть ниже. И верх, в общем-то, тоже практически недостижим. На данный момент, если мне память ни с кем не изменяет, это самый крепкий Ром – это Ром в Суринаме, причем называется таким благородным немецким названием – Мариенбург, и в нем 90 оборотов, 90 градусов. 90% содержания алкоголя. 90% не будь занудой. Да, там же есть еще, соответственно, на Карибах ребята, которые делают 84,5. Опять же, небезызвестный всеми барменами любимый Бакарди 151, да, который тоже, в общем-то, 75, да, там что-то с копейками, там градусов. В общем, самое главное, что нужно запомнить – это продукт дистилляции либо чистого сока сахарного тростника, либо продуктов переработки сахарного тростника. Все это самое важное, и поэтому мы сейчас говорим именно о тростнике. История Рома началась в индо-китайском регионе, потому что у разных, собственно, стран, таких там, как Малайзия, Индонезия, были свои напитки, получаемые путем ферментации сока сахарного тростника. Естественно, мы говорим о период еще до дистилляции, дистиллировать его начали несколько позже. Пример такого напитка, например, малазийский брам. Это, конечно, был еще не Ром, он не проходил стадию дистилляции, но вот такой вот некий предшественник. Конечно, это был еще не Ром, он не проходил стадию дистилляции. Дистиллировать Ром активно начали в XVII веке. В то время активно развивалась сахарная промышленность. Сахар был не самым доступным предметом, стоил дорого. И, соответственно, как только находился какой-то остров с подходящей температурой и влажностью, его тут же засеивали сахарным тростником. Ну, в общем-то, да, действительно. Говорят, ну, как бы само по себе, да, растение сахарный тростник – это все-таки растение, оно действительно Юго-Остовичная Азия, даже южнее, точнее, это примерно территория современной Попо-Новой Гвинеи. Вот, в дальнейшем, да, когда-то он развивался, потихонечку дошло это дело когда-то там и до Европы. Но европейский климат, он не совсем подходит для выращивания сахарного тростника. И, в общем-то, многие говорят о том, что, в принципе, сама вот эта вот эпоха великих, да, вот, морских открытий, одним из главных локомотивов ее было им-то место, где можно было бы высаживать тот самый тростник. То есть поиски идеальных, на самом деле, для него терруаров. И поэтому сначала были Канары, была Мадера, были Азорские острова. Ну и потом, конечно, когда достигли Карибов, это уже, ну, действительно пошел рассвет этой культуры. Но что требует от себя сахарный тростник? Он требует от себя действительно очень тяжелого, очень изнурительного такого рабского труда во всех смыслах этого слова. И понятное дело, что нужно было обеспечить все это дело какой-то рабочей силой. Были разные попытки, были, на самом деле, не только из Африки, да, как сейчас мы знаем, что большая часть, конечно же, огромнейшая часть, от 11 до 20 миллионов, говорят, да, по статистике, по разной, людей с темного, с черного континента были перевезены в те края. Но в чем заключался действительно вот самый ромовый треугольник, да, то есть корабли из Европы, из Западной Европы путешествовали, соответственно, на Атлантическом побережье Африки. Там, соответственно, загружали трюмы тем самым живым товаром, который они отправляли на территорию восточного Атлантического побережья Америка, центральной, южной, северной. И, в общем-то, там выращивался сахарный тростник, производился тот самый сахар, да, побочным продуктом, производство которого изначально, да, был такой легкодоступный, сначала просто сбраживаемый напиток, который называли качакой, кстати, который дал, в общем-то, впоследствии название еще одному продукту, который непосредственно связан ромом, и, по сути, им таковым и является кашасой, чуть попозже поговорим. Вот, ну, впоследствии придумали это каких-то таких примитивных, каких-то кустарных условиях перегонять, и появился такой изначальный прообраз современного рома, да, тафья. То ли от слова ротафья сокращенно, то ли по фамилии там братьев сахарозаводчиков тапья, сейчас не до конца понятно, но, в общем-то, были и такие вот местные локальные напитки, прежде чем это переросло в нечто такое более индустриальное. Вот опять мы вспомнили про ротафью, уже, по-моему, третий раз за сезон. Ну, а что делать? Ротафья – это... Я только дополнил бы, что сахарный тростник не рос на островах Карибского бассейна, его тоже завезли европейцы, да. Сахарный тростник привез в 1493 году Христофор Колумба во время своего второго путешествия. То ли с Канар, то ли с Мадейры. Ну, слушай, давай так, мы сейчас не будем гадать, то ли с Канар, то ли с Мадейры, но абсолютно известный факт, до того, как, в общем-то, отправиться в свое первое путешествие в поисках Индии, вообще-то, Христофор Колумб был вполне себе респектабельным перевозчиком сахара. И теща у него, в общем-то, была вполне себе такая женщина, которая варилась в этом бизнесе на очень серьезном уровне. Так что у дядьки с сахаром все хорошо было. Кроме сахарного диабета. В общем, дальние путешествия в те времена были невозможны без алкоголя на борту. Мы уже это как-то обсуждали. Если из Европы выходили, скорее всего, с грузом вина и бренди, на месте надо было чем-то заправлять трюмы. Ром как раз стал вполне подходящим для этих задач продуктом. Бурное развитие производства рома дошло и до США. Поэтому в 1664 году появляется первая фабрика по производству рома на Род-Айленде. И примерно через три года в Бостоне, в Массачусетсе. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что первый напиток, первый крепкий спиртной напиток, произведенный в США, это был ром. А вовсе не виски, как многие думают. Сейчас об этом много пишут историки. И да, и самое интересное, что, по сути, вот это место, где первая дистиллерия была, это ведь современная черта города Нью-Йорка. То есть, по сути, прямо в городе. Ну, это Новая Голландия же. Ну, там Стейтем был вообще остров. Ну, да, по сути, да. Итак, производство рома стало набирать обороты, стало крупнейшим. Ром в какой-то момент даже становится практически валютой обмена. Но это было не только в США, это было и в других колониях, например, в Австралии тоже ром одно время. Да, в Австралии вообще забавно получилось. Мы, конечно, сейчас немножко вперед забегаем, да, там уже про XIX век начинаем говорить. Но действительно есть одна такая, в общем, веселая история в Австралии. Это единственный случай в истории этого государства, где власть была захвачена там в силу некого переворота, ну, давайте назовем его так. На самом деле, момент очень интересный. Такой легкий офф-топ чуть-чуть в историю Австралии. Австралию открыли достаточно давно. К XIX веку там уже понятно, что там вообще по легенде, там еще чуть ли не в начале XVI века там первые португальцы вообще когда-то там мимо проплывали, потом куча голландцев, потом англичане какие-то. Но в любом случае эта земля, во-первых, была очень сильно удалена от всего. Во-вторых, ну, там было достаточно страшно жить. Это место как бы особо там, ну, не интересовало никого, никакого золота еще никто не нашел. В общем, такой непонятный безлюдный кусок земли с жуткими условиями для жизни. И, в общем-то, действительно, ну, как бы, что можно с этим делать? Можно использовать как, в общем-то, естественный изолятор, да, для определенного круга людей. Ну, в общем, по сути, да, такая вот континент-тюрьма. И к началу, да, XIX века там жило там порядка там 7 тысяч поселенцев. В основном это были, в общем-то, ирландцы, которых туда ссылали за различного рода там восстания, ну, и другие криминальные элементы, ну, и вокруг которых, да, соответственно, сложилось некое там офицерское сообщество именно из Англии. И, ну, сами понимаете, власть, в общем-то, достаточно далеко. Пока там до Австралии, там, до Англии, там, доберешься. Это больше года только одно путешествие само по себе. И, в общем-то, люди стали как бы, ну, налаживать быт, как они, в общем-то, могли. Золота там, еще раз повторюсь, не было. Никаких-то особых природных богатств не было. А валюта, как таковая, ну, она никого не интересовала. И вот эти вот непонятные бумажки, деньги или даже железки, там, ну, что ты на них там попадешь. У индейцев местных, точнее, прошу прощения, аборигенов, ты пойдешь менять на шиллинги, на фунты стерлингов, там, какую-то еду. Ну, с тобой, как минимум, никто не поменялся. Бусы, наверное, лучше работают в этом случае. Бусы и то лучше работали, да, в данном случае, скорее всего. И, в общем-то, был такой очень классный, такой дядька, притащил первую австралию овец-мереносов, которые впоследствии, в общем-то, сделали страну, как мы ее сейчас знаем. А во-вторых, ему по дружбе прислали перегонный аппарат. Ну, такой вот, некий такой ламбик, я уж не знаю, перегонный куб, что у него конкретно было. И, в общем, дядька не обломался и, соответственно, начал потихонечку делать свой ром, который, по сути, стал местной валютой. Ну, а что, антисептик, средство для розжига костра, да и внутрь, в общем-то, принять, в общем-то, вполне себе приятно. Но Англии, как митрополия, это не особо нравилось, поэтому присылали все новых и новых генерал-губернаторов, чтобы ужесточать там, типа, построже порядок быть должен. И ничего не придумали лучше, как прислать туда товарища по фамилии Блай. Блай – легендарный персонаж. Кому интересно, почитайте про историю восстания на корабле Баунти, капитаном которого он являлся, в общем-то, в свое время, да. Моряки подняли против него бунт, высадили его с части экипажа там на какую-то... Чтоб не мешал заниматься важными делами. Чтоб не мешал заниматься важными делами стоятянками, да, которым, в общем-то, он всячески не способствовал. Но, в конце концов, дядька, его нашли, его вернули, и потом, впоследствии, назначили, соответственно, генерал-губернатором. Еще не было Австралии, это был новый Южный Уэльс. Приехал, начал доводить свои порядки, в первую очередь решил запретить выплачивать заработную плату, жалование алкоголем, на что местные сказали. Ну, как-то, ну, это непорядочно. А что ж теперь делать-то, в общем, ребята сели, там что-то думали, гадали. В общем, в конце концов, как-то зашли к нему ночью, вытащили его из кровати, свинтили, связали, отправили его сначала в трюм корабля, который на рейде стоял, а потом, чтоб от греха подальше, из глаз долой, в сторону Тасмании его отправили. В общем, два года он там примерно проторчал. Англичане, ну, вообще, в Англии вообще об этом очень долго не знали, то есть два года прошло, пока не прислали кого-то вместо него. Прислали... Два года свободы. Два года свободы, да, ром, в общем-то, карты и другие развлечения. Ну, и что, 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 да, новый генерал-губернатор, да, с новым шотландским полком, который, в общем-то, все успокоил, утихомерил. Ну, в общем-то, это была вот единственная в истории Австралии попытка мятежа, которая, в общем-то, и название так и получила по напитку, ради которого все началось, ромовый бунт. Ромовый бунт. Это была краткая история Австралии от Сергея Антонова. Давай поговорим, почему ром считается напитком моряков и пиратов? Мы уже, в принципе, упомянули о том, что алкоголь необходим был на борту. Вроде бы как владельцы сахарных плантаций на островах Карибского бассейна специально продавали ром по заниженной цене морякам, чтобы те чаще заходили и отпугивали пиратов. Ну, это в одном из источников я встретил. Может быть так, может быть нет. Но сам факт, что ром производили, по сути, из отходов от производства сахара. Деньги зарабатывали сном на сахаре. Но так как пиво и вино на борту быстро портилось, да еще и плюс много места занималось, вода закисала. Вот, соответственно, появилась традиция уже в 17 веке на британском флоте, и просуществовала, кстати, до 1970-го, по-моему, года, выдавать морякам по порции рома. Причем в разное время эта порция составляла разные объемы. У меня где-то есть информация, что вот как раз в 17 веке это было полпинты в день. Ну, нормально. Сколько? 0,300? Ну, нет. Ну, почти 0,3. Почти 0,3. Добавим сюда, что мы уже говорили про алкоголь в флотской крепости. Это был ром крепостью свыше 58 градусов. Семь. Не суть, сейчас не будем спорить. 57 или 58. Это для истории не имеет большого значения. Согласен. И предполагают, что моряки будут этот ром добавлять в воду, тем самым ее обеззараживая, и пить. Ну, я думаю, что большая часть моряков просто пила ром, как есть, неразбавленный. Не, ну, слушай, ну, было и такое, и то, но на самом деле добавляли, добавляли в воду, потому что вода, она же реально затухает. У тебя жарко, у тебя трюм, вот все, она очень быстро портится. По истории Эдварда Вернона, собственно, которого прозвали Старый Грок, ему надоело вот это пьянство на борту, и он распорядился выдавать ром сразу разбавленным, чтобы, соответственно, не было возможности пить его в чистом виде. И так как он носил накидку, которую назвали Олд Грок, которая сделана из специального материала. Грок, хэм, по-моему, назывался, смесь шерсти и шелка. Вот, соответственно, моряки так и прозвали этот напиток Грок. Ну, да, только он еще, видишь, заботился об их здоровье, он туда еще там лимончика или ламика добавлял. Ну, он тоже входил в стандартный паек. Понятно. Поэтому, да. Чтобы цинги не было, да, лишний раз. Да, действительно, в истории флота ром, в общем-то, это вещь такая, которая оставила значительное влияние. И, в общем-то, есть много легенд. Один из самых известных британских флотоводцев, это адмирал Горацио Нельсон, про который существует огромное количество баек, и ни в коем случае сейчас не выдаю за истинную правду. Я никогда при этом лично не присутствовал. Ну, мы сегодня, в принципе, про байки и легенды. Да, 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 не застал, но, в общем-то, говорят о том, что он как-то завещал, в общем-то, после своей смерти заспиртовать свое тело в бочке с Ромом. И, опять же, по легенде, после Трафальгарской битвы, 1805 год, вроде бы как его тело поместили в бочку с Ромом, хотя дискуссионно, где они взяли бочку Рома, ну, в Трафальгаре, возможно, это был Брэнди, возможно, вообще его не было. Ну, и, в общем, пока эта бочка с его телом доехала, доплыла, дошла до Британии, в общем-то, говорят, что моряки не сдержались, проковыряли там дырочку, и, в общем-то, потихонечку весь этот Ром оттуда слили. Оттуда одно из прозвищ Рома, а кровь Нельсона. Я слышал эту историю, только немножко по-другому, что он там пал в битве, просто чтобы его тело доставить, его поместили в бочку. В общем, эта история, окутанная тайными и легендами, и я думаю, что личных свидетелей не осталось, а все вот эти вот записи, ну, к ним нужно относиться с зарядной... В общем, история в чем? В бочку его закатали, но тело не доехало до места пребывания, потому что матросы, то ли не зная, что там, собственно, закатано тело, то ли еще что-то, прикладывались потихоньку к этой бочке, и к моменту прибытия корабля в порт назначения, собственно, Рома в бочке уже не было, а тело уже начало разлагаться. Ну, в общем, кровь Нельсона. Да, кровь Нельсона. Высокие суровые горы стеной замыкают бухту. Их склоны щетинятся соснами, прорезаны глубокими ущельями. То здесь, то там вздымается к небу седой утес. Длинные прямые расселены, круто спускаются от вершин к морю, отмечая путь древних лавин и обвалов. В низине раскинулись парки и сады знати в густой зелени. То тут, то там вдруг сверкнет, словно яркий цветок, какой-нибудь дворец. Очень красивое место. Так южный берег Крыма описывал американский журналист Сэмюэл Племенс, знакомый каждому из нас под псевдонимом Марк ТВ. В августе 1867 года он вместе с другими туристами по приглашению российского императора прибыл в Ялту на кругоцветном судне Квакер-Сити. Александр Второй оказал гостям честь и сам показал наиболее интересные места будущей русской ривьеры. Сегодня, благодаря коньячному дому Коктебель, познакомиться с Крымом может любой человек, даже не совершая длительных путешествий. Коньячный дом Коктебель – старейший коньячный производитель в Крыму с богатой историей и уникальным географическим происхождением. Коньяк Коктебель представлен широкой линейкой от ординарных до особо старых коньяков. В коллекции дома есть даже коньяк с 30-летней выдержкой, что является редкостью для коньячных домов. Коктебель был многократно признан, в том числе и на международной арене. Его качества подтверждают более 80 наград. Все купажи коньяка выдерживаются в бочках из ценных пород дуба. Коньячный дом Коктебель – истинное искусство крымских мастеров. Узнать больше об истории коньячного дома в Крыму вы можете по ссылке в описании подкаста. Так, как производят ром? Большинство крупных производителей производят ром из меласы, ну или из патоки, по сути, из отходов производства сахара. Это, наверное, 90% плюс-минус в наши дни. Патока, в принципе, вполне себе живучий продукт, его можно транспортировать по всему миру, она особо не портится. И, кстати, в регионах, где выращивают сахарный тростник, ее часто продают в магазинах для кондитерского производства. То есть там кексы из нее пекут, торты и так далее. В советские времена она еще продавалась. Даже в Советском Союзе она была. Вполне может быть. Так вот, соответственно, дальше, добавляя в нее дрожжи, запускают процесс ферментации, который может быть либо коротким, быстрым, и получается достаточно легкий по стилю ром, либо более долгим, более продолжительным, что формирует более сложный химический состав, и можно получить из такой браги более сложные, тяжелые ромы. Некоторые производители, обычно это относится к островам Мартиника и Гваделупа, производят ром непосредственно из сока сахарного тростника. Это, соответственно, отсылает во времена, когда научились производить сахар из свеклы. Столько сахара из сахарного тростника стало не нужно. И вот на заморских французских территориях ромы начали производить непосредственно из сока сахарного тростника, перегоняя его в аппарате. Ну вот по фотографиям, похожим, наверное, на армонячный ламбик. Ну это, да, французская колонна. Ну, кривольская колонна. Да, блин, у него даже сейчас свой собственный апеллосион есть. Вот, я об этом хотел сказать. Значит, перегоняя в кривольской колонне, которая колонна непрерывная, которая, в принципе, аппарат непрерывная дистилляция, но это не совсем ректификационная колонна. Вот, я говорю, похоже на то, в чем перегоняли армоньяк. И позже приняли апеллосион, как французы любят, апеллосион до оригинал контроле, рома-гриколь. Он касается вот этих двух островов с прописанным регламентом и так далее. И это единственный апеллосион в роме, который существует. Больше никто ничего такого не сделал. Хотя в наши дни появляются ромы с пометкой агриколь из других регионов, там, в частности, из Таиланда и так далее. Ну, в общем, история похожа на коньяк, история похожа на портвейн, который тоже много где производят. Ну, да, да, да. Процесс дистилляции тоже. Большинство ромов дистиллируются непрерывным способом. Дистилляция, как правило, происходит в колоннах. И вопрос в том, при какой частоте отбираются спирты. Кто-то выгоняет до 90 градусов, кто-то до 70 градусов, кто-то комбинирует спирты разной крепости из разных аппаратов и так далее. То есть в роме это не регламентируется. Считается, что окончательный вкус рома формируется в бочках, но выдержка бочек не является для ромы обязательной. То есть ромы могут быть выдержанными, ромы могут быть невыдержанными. Причем, что интересно, светлый ром вполне себе может оказаться выдержанным, а темный ром вполне может оказаться невыдержанным, а просто подкрашенным с помощью карамели. Ну, наверное, золотой все-таки, а не темный. И темный тоже. Темный тоже. Ну, смотри, например... А, хотя если спайс, есть какой-нибудь пряный ром, то да. Один крупный производитель, которого ты 100% знаешь, они выдерживают примерно 6 месяцев свой ром в бочках, а потом просто пережженную карамель туда добавляют, получая темный цвет. Ну, тут вот он выдержан или не выдержан? 6 месяцев. Выдержан. 6 месяцев. 6 месяцев на Карибах, это, извините, как 2-3 года в Шотландии. Ну, наверное, не 2-3, но да, пусть будет так. И, кроме того, некоторые производители комбинируют спирты, может быть, с разных фабрик, может быть, с разных островов, с разных регионов, то есть делают купаж-ассамбляж, тоже добивают достаточно интересного результата. Да, понятное дело, что ром – это такая культура, она, еще раз говорю, не приведенная к какому-то единому стандарту, а вообще, в принципе, наверное, ну, первый человек, который плюс-минус стандартизировал и, в принципе, дал нам тот, давай так, тот массовый ром, тот самый вот именно популярный, самый вот известный ром, которому, в общем-то, мы сейчас привыкли, да, когда мы говорим о современном стиле, нельзя не сказать про Дона Факунда Бакарди, потому что именно благодаря, наверное, этому человеку, который, в общем-то, в XIX веке откликнулся на призыв испанской короны, к чему она призывала-то, в общем-то, ром был тяжелый, ром был достаточно таким жестким напитком, ром не подходил, скажем так, к утонченным европейским вкусам, был таким вот пойлом, как ты правильно до этого сказал, там, бедноты, там, пиратов, всяких люмпинов непонятных, вот, но именно ему, в общем-то, благодаря ему мы знаем тот ром, который, в общем-то, получается сейчас. Действительно, пробовал различные эксперименты, различные способы дистилляции, которые, в общем-то, ты сейчас описал современно, и, по сути, многие из этих приемов были применены впервые именно им. Стал первый пропускать даже выдержанный ром через угольные фильтры, поэтому, да, белый ром, светлый ром, может быть выдержан пару лет, но абсолютно быть абсолютно прозрачным, бессветным. И, в общем-то, в результате его длительно кропотливой работы появился тот чистейший, прозрачный, мягкий на вкус ром, ром, который, в общем-то, мы знаем по летучей мышке на этикетке, ром Баккарди, который до недавнего времени был самым продаваемым ромом в мире, но, кстати, об этом очень не так особо известно в России, но последние семь лет самый продаваемый в мире ром уже давным-давно, ну, как семь лет, давным-давно, не Баккарди. А кто сейчас? Последние семь лет это Филиппины и Ром Таунсдей. Его делается процентов на 15 больше, чем всего Баккарди в мире. Понятно, азиатский регион растет, у них свои напитки. Филиппины, Малайзия, Индонезия, там очень много людей, поэтому они тоже, в общем-то, хотят недорого чего-то выпить, а ром, в общем-то, позволяет им это сделать. Класс. Классификация. Как мы упомянули, у рома нет четкого регламента. По сути, регламент рома регулирует что? Сырье, из которого он произведен, это сахарный тростник либо продукт его переработки. Крепость, там не ниже 37,5, хотя есть исключения. И, в общем-то, все, что дает производителям возможности манипулировать как захочешь. Поэтому ром можно классифицировать по цвету. Обычно это светлый ром, сильвер, бланко. Что еще у нас используется? Сильвер, бланко чаще всего, да? Как правило, это легкий, невыдержанный ром. Легкий, невыдержанный ром, который только проходит стадию стабилизации в металлических цистернах. Дальше. Голд. Оро. Голд. Ховен. Что еще там может быть? Золотой. Эмбер. Эмбер. Эмбер, наверное, уже нет. Эмбер? Ладно, хорошо. Это ром, который мог подвергаться какой-то коротковременной выдержке, мог не подвергаться. Он чаще всего имеется в виду именно подкрашенный ром. То есть ром подкрашен с помощью карамели. Дальше темный ром, dark. Если указано только dark, не указано ни цифры, ничего такого, то, скорее всего, тоже ром прошедший кратковременную выдержку и, соответственно, подкрашенный более сильно с помощью жженой карамели. В Англии очень распространен этот тип. А вот если на этикетке рома указано aged, anjeho, что там еще, вjeho и так далее, и рядышком какая-то цифра, то, как правило, это уже указывает на выдержку. Если производитель выдерживал ром какое-то время, он обязательно тебе об этом сообщит на этикетке. Но вот с этой цифрой надо быть поаккуратнее. Это вот еще один момент для манипуляций. Там могут указывать возраст самого старшего спирта в купаже, возраст среднего спирта в купаже, или вообще цифру, которая вообще никакого отношения к выдержке не имеет. Там, не знаю, день рождения дочки владельца дистиллерии. Вот что-нибудь такое. Ну, вряд ли день рождения дочки дистиллерии. Все-таки если на нем написано там семь, то вряд ли... А если на нем написано двадцать три? Двадцать три. Бывает такое. А потом смотришь на контрределии, оказывается, шесть-семь лет. Ну, знаешь, портвейные категории тони, если на них написано тридцать-сорок, это тоже не значит, что это тридцать-сорок лет выдержки. Это значит, что дегустаторы оценили качество этого напитка как будто бы он тридцати-сорокалетий. Поэтому тут вообще дискуссионный момент. Ты плюс еще не забывай про момент солера, когда вообще идет смешение просто разновознастых спиртов, постоянный долив, да, соответственно, бочек более молодыми спиртами к более выдержанным. Поэтому, да, действительно, с возрастами очень тяжело. Кроме того, ром может быть ароматизирован. Причем категория спайс-ром, которую по нашему ГОСТу мы обязаны написать, что это напиток на основе рома. Поскольку спирты как-то ароматизируются с помощью, обычно это с помощью корицы, гвоздики, душистого перца, мускатного ореха. Вот, во всем мире это нормальная категория рома. Какао, ананасов, да чего? Нет, подожди, подожди, сейчас пока только про спайс-ром. У нас уже пишут напиток на основе рома, хотя это традиционная категория, и мы знаем немало производителей, которые в этой категории выступают. Кроме того, есть категория флэйворит ром. Здесь имеется в виду не спайс-ром, а как раз ром со вкусами ананаса, маракуйи, лайма, что еще видел, вишни. Это может быть как ароматизированный напрямую этими вещами, или, например, у нас есть в продаже один ром, который выдерживает бочки из-под ликера, там, черри бренди, и, соответственно, он ароматизируется вишней после этого достаточно сильно. То есть ароматизация может разным способом достигаться. Что еще здесь не сказали? Ром агриколь, который мы уже упомянули, это из апелласьона до оригинал контроля агриколь, мартиника гваделупа. Обычно это означает, что ром произведен непосредственно из сока сахарного тростника. Это очень небольшая категория ромов, но у нас в России они, в общем-то, представлены. Ром, подожди. Вот еще один такой маленький момент хочу уточнить. Ром агриколь и все такое, и небольшой объем. Я с тобой полностью согласен за одним исключением. Я говорил про образ, когда еще не сброженного, точнее, не дистиллированного напитка, был только котяка. А вот в Бразилии он впоследствии стал называться кашаса. И по своему факту кашаса – это ведь сельскохозяйственный ром. Ведь что это? Это продукт брожения именно сока сахарного тростника, не мелассы. И кашасы в Бразилии делают, ой-ой-ой, какое количество. Поэтому относим ли мы кашасу к ромам или нет? Ну, я думаю так, кашаса сама себя ромом не считает. Я даже в одной из энциклопедий прочитал следующее, что кашаса решила выделиться как отдельный национальный напиток. То есть, если бы он назывался ромом, он не мог быть национальным напитком, потому что ром – это уже интернациональный напиток, его много где производят. А там в том числе и в Испании, в Германии и так далее. Да-да-да-да. А вот им нужно было, чтобы он был национальный, поэтому его выделили в отдельную категорию. Но когда к ним приехали международные эксперты по производству рома, посмотрели на это производство, сказали, да, это точно не ром, потому что там иногда сбраживали растение целиком, просто его порубив вместе со шметкой. Представляешь, сколько там метанола? Если вот после отжатия тростника он попадал в брагу... Ну, ты сейчас немножко утрируешь, потому что нормально, это порядочные производители себе такого не позволяют. Единственное, что отвечает, да, вот именно кашаса, на мой взгляд, вот глобально. Но ром, как правило, все-таки это дуб для выдержки, если его используем. Да, действительно, это кашаса. Необязательно. Ну, не обязательно, но как правило. Ну, чаще всего это дуб. А вот именно бразильцы со своей кашасой, да, они используют очень много местных... Местных сортов дерева, да. Да-да-да, различных пород дерева, и поэтому, ну... Бог знает. На мой взгляд, кашаса это тоже рома. Ну, в целом, напиток близкий, но раз они себя такими не считают, ну, зачем мы будем с ними спорить? Хотя, в принципе, мне кажется, в любом ромовом баре должна быть кашаса. У любого ценителя рома тоже должна быть кашаса. Она сильно отличается, она такая более пахучая. Хотя сейчас появились несколько производителей, например, Леблон, у них напиток вообще уже не похож на кашасу, как та, к которой я привык. Это очень хороший, качественный такой спирт. Я вот всегда кашасу любил за ее вот это вот эгэй, такую вот веселуху. Да, кстати, эгэй-эй, веселуха, как ром-то пить? На самом деле, да, интересная такая штука. Ну, во-первых, если мы говорим про молодые, белые, невыдержанные ромы, какой-нибудь там базовый бланка, там какой-нибудь базовый сильвер, то, в принципе, его можно спокойненько, шотиками, в общем-то, вместо всем известной беленькой, вполне себе нормально. Вот, если мы говорим про... Ты точно с Амелье? Шотиками беленькой, оборотов там вокруг березы. Сто процентов, причем, знаешь, уже на той стадии, когда уже могу себе это позволить. Для зрителей я подкалываю Сергея, что он какую-то нестандартную, непрофессиональную лексику использует. Да, да, такое бывает. Если мы говорим про темные, про выдержанные ромы, то, конечно же, это абсолютно дежестивная история, да, то бишь, это дежестивная рюмка, ну, на крайняк подойдет пузатый бокал для бренди, вот, как мы коньяки привыкли с них пить. Вот, но вообще дежестивная рюмочка, это вообще идеальная штука. А вот, что еще делает ром уникальным, так это его волатильность с точки зрения сочетаемости с другими вкусами и как базовый ингредиент для коктейлей. Потому что в зависимости от типа рома можно сделать все, что угодно. Там на простых белых ромах, там начиная от каких-то там мохито, там базовых, там дайкири, с какими-то спальцами, с пряными ромами, там тоже сейчас огромное количество, я знаю, есть авторских версий, классических версий. Вот, темные ромы на коктейле, возможно, да, но, наверное, все-таки я за чистые. А вот ароматизированные, да, они на самом деле, кроме того, что в чистом виде, в коктейльном виде, блин, потрясающая штука для кухни, для выпечки, для разной, для десертов, для пропиток. Вот я не знаю. Ромовая баба. Ромовая баба, наверное, один из самых, да, действительных ромбаба, один из самых известных десертов в принципе в мире, да, ну и судя по названию, ну и куда же без рома. Кстати, никогда не забуду свой первый опыт дегустации. С ромовой бабой. С ромовой бабой, да. Это было в Италии, причем, как ни странно, это в Тоскане, но нам повезло. На хозяйстве, в котором мы были, это было винодельческое хозяйство, местный шеф, повар, который готовил двенадцать, он был неаполитанец. И когда, ну вот, на десерт подали вот ромбаба в его исполнении, я попробовал вилочку, и моя первая реакция, а закусить есть чем? То есть настолько он был пропитан. В общем, да, классная штука. Поэтому ром, напиток под любую ситуацию, под любое время года, ну не буду говорить про это под любое время суток, а там, в общем-то, если вы на отдыхе, можно по-разному это воспринять, да, мне кажется, с утра бокальчик дайкири, фу, байкири, мохито, ну это же прекрасно, это же вместо бодрит не хуже кофе. Так, смотри, про шотики рассказал, про диджестив рассказал, про кухню рассказал, а про сигару. Я вот летом люблю сигару с ромом. Сигарная история, да, для сигарной истории. Но если мы подбираем, да, рома под сигару, а рома сигара – это продукты, в общем-то, одной местности, поэтому, в общем-то, это один из базовых принципов сочетаниями алкоголя и других продуктов. Это территориальный признак. И, конечно же, да, ну какой-нибудь там карибский ром с карибской сигарой. Но ром, да, здесь повторюсь, ром, конечно же, темный, ром, конечно же, выдержанный. Иногда для особых эстетов ценителей может быть такие легкие версии пряного, но белый, на мой взгляд, не очень. Ора. А вот то, кстати, о чем мы не поговорили, да, что некоторые производители выдерживают ром в бочке, потом его осветляют. Это вот, мне, например, довелось поработать с Флордой Канни ромом. Вот они как раз свою четырехлетнюю версию выдерживают, потом осветляют. Почему? Потому что в Никарагуа есть минимальная выдержка рома. Это как раз 4 года. А им в линейке нужны светлые ромы, поэтому они его, собственно, очищают. Но ром при этом получается вроде бы и легкий, в то же время такой более сложный, более комплексный, более интересный. Вот с ним как раз я бы сигару вполне себе мог покурить. Я не буду с тобой абсолютно сейчас спорить, потому что, смотри, ну, ты говоришь о конкретном частном случае, о роме из Никарагуа, причем это действительно классный, уважаемый бренд, вопросов нет, но он не всегда под рукой. Поэтому если мы говорим базово о светлых ромах, то нет. Но, конечно же, в любом правиле есть исключение, в общем-то, для этого правила существует. Так что, в общем-то, не вижу никаких противоречий, собственно. Окей, коктейли у тебя есть любимые с ромом? Да, коктейли с ромом любимые. Слушай, ну, на самом деле, на самом деле, как это банально будет не звучать, для меня существует вот со старых-старых времен, как-то я вот привык к этому. Я фанат мохито. Вот что бы вы со мной не делали, это не модно, это не стильно, мне это вкусно. Да нет, на самом деле, я как представитель барменов, скажите, мы просто задолбались его делать. Вот эта возня с мятой, с мадлером совсем. Господи, ты пока один мохито сделаешь, ты уже там три-четыре других коктейля можешь сделать. Поэтому в какой-то момент он задолбал, а мы его возненавидели. Так, мохито. Другой вопрос. Ну, ты сказал любимый. Вот, наверное, а так-то, конечно же, да, многое. Я люблю, на самом деле, фроузен дайкири. Вот именно в версиях фроузен. Вот когда вот именно такая, как будто бы сорбет у нас. То, что сейчас, кстати, мало где подают. Да, кстати, действительно, в последнее время все меньше и меньше, но я вот именно люблю дайкири в такой форме. То есть это изобретение, если не ошибаюсь, кубинское, и там изначально использовали вместо блендера машинку для мороженого. Вот их как раз еще можно сейчас встретить. И она вот переламывала лед вот в крошку и превращала все это в такую единую эмульсию. И все хорошо с этим, кроме одного. У меня чертовски много времени заняло в свое время подбирать нужное количество льда для такого напитка. Ну, и сейчас-то действительно не модно, потому что пить его тяжело. Он просто не тянется из-за того, что он ближе к сорбету, наверное, по своей текстуре. А вот есть ложечка, ложечка, ну, не мороженое, а коктейль, у нас как-то не очень принято. Поэтому, наверное, все это отошло в прошлое по двум причинам. Еще тяжелее ловить баланс, тяжело поймать делюцию правильную и так далее. Ну, и, в принципе, мода поменялась. Хотя вот дайкери в нефроузен-версии это один из эталонных коктейлей, на которых как раз проверяют умение бармена поймать баланс. Кислого, сладкого, крепкого. Ну, в общем-то, да. Это был подкаст «Это и Брюд» и моего ведущие Сергей Антонов и Роман Табаков. Крик подобен грому, дайте людям рому. До новых встреч, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова